Приветищи! Это Зельда, и мы продолжаем наш с тобой удивительное приключение по Хайрулу. Ну и, конечно же, спасение Зельды. Самая главная миссия наша это спасение Зельды. Но прежде чем дойти до неё, отжать Зельду у Ганнона, так сказать, надавать лещей Ганнону, нужно набраться сил. Сегодня у нас с тобой классное испытание, это лабиринты. У нас их два, по крайней мере, я их видел два. Это здесь, возле которого я сейчас нахожусь. И вот здесь вот, в другой части Хайрула. Мы его уже с тобой видели. Вот он. Вот такой вот. А также, после прохождения всех этих лабиринтов, мы сходим с тобой в Колизей. Он находится вроде бы вот здесь вот. И там нас ждёт огромный кентавр. Или левр. Не помню точно, но, короче, мы сходим и попробуем надрать ему задницу. Посмотрим, насколько мы мощны. Так сказать, потренируемся на нём, прежде чем идти сражать Ганнона. Ну что ж, я предлагаю уже начинать. Идти в этот лабиринт и смотреть, что там такое. Мне кажется, что самый классный вариант, это просто пробежать поверху. Оу. А там стражи бродят. Кажется, кому-то переодеться нужно в древние доспехи. Я тоже думал, налегке тут всё быстренько. Так, 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 и всё. Светилище мы с тобой видим. Оно находится прямо в центре лабиринта. Опа. Залезли на стеночки. Мы наверху лабиринта. В общем, внизу довольно стрёмненько. Я думаю, что нужно бегать поверху всё-таки, как ни крути. Перевооружились в доспехе древней. Теперь мы, в принципе, готовы надирать задницу этим летающим железякам. Ну что, идём к светилищу. Но мне кажется, всё должно не так-то просто быть. А-а-а. Светилище у нас заперто за решётками. О-хо-хо. Вот так-то. То есть, чтобы туда пробраться, нужно открыть решётки. А чтобы открыть решётки, нужно всё-таки спуститься вниз лабиринта и искать где-то рычаги. Ёкарный бабай! Всё оказалось труднее, чем я думал. Внизу у нас тут валяется страж. О, ступивший на этот остров. Тебя ждёт лабиринт. Пройди его, и будешь вознаграждён. Одинокий остров. Здорово, а ты тоже проснулся, да? Я тебя разбудил? Подожди меня, товарищ. Бомбочку надо подорвать, что ли? О, как он на неё прямо наступил. Всё, грохнули это стража. Допт шестерёночки будут. Потом прикуплю какой-нибудь чит или меч блатной. Короче, чтобы разобраться, чё почём, придётся всё-таки блуждать понизу лабиринта. Знать бы ещё, чё мы с тобой ищем. Простота этого лабиринта, отличающего его от других лабиринтов, в том, что у меня есть карта со всеми проходами. И в принципе, нет никаких сложностей и проблем выбраться отсюда. Короче, я не удержался. Мне надоело уже внизу лазить. Так. Где мои крутые стрелы? Получай! Блин, не получилось. Как-то так. В прошлый раз с одного выстрела у меня он вздох. Ну давай ещё разок. Оу, как высоко я упал. Свалился на днище, как говорится. Чёрт подери, чё с этими стрелами? Почему они в этот раз не сработали? В прошлый раз они с одной плюхи вынесли такого уже здоровенного стража. Короче, ладно, не буду с ними связываться. В общем, ищу проходик здесь. Мне кажется, ли там есть проход. Так. Кажется, мы нашли вход. Отлично. Тут какой-то меч. И щит лежит. Чё за меч? Королевский меч. Такие мечи вручал рыцарям за особые заслуги сам король Хайрула. Редкое сочетание красоты и наступательной мощи. Шикарно. Ну, рыцарский щит мы уже с тобой видели. Выкидывай барахло, беру его. Ух ты! Ящик какой. Тут у нас чё спрятано? Нахожусь я, короче, прямо под светилищем. И здесь есть небольшой сундучок. Может, тут какой-то ключ? А, денюжки. Кто-то здесь спрятал деньгу. Хм-хм. Ну, чё хочу сказать. О. Лабиринты меня чертовски подбешивают. Даже такие простенькие, как мне показалось на первое время. Всё равно тут куча мудрёхи. Шипы есть. Их вроде как можно поджечь. Не поджигается. А если огненной стрелой? Она у меня, кстати, одна единственная. О. Четыр... О, у нас здесь наверху. Тоже, наверное, чё-нибудь спрятали. О. Огненный меч. А это нам пригодится. Будем зажаривать кабанчиков. Ну, а здесь, по всей видимости, вход в само святилище. По крайней мере, я на это чертовски надеюсь. Если это не так, то это капец. Да. Действительно здесь святилище. Аллилуйя. Ну, пойдём посмотрим, какой подарок нам тут приготовили. Светилище Тукало. Дар Тукало. Ну, делаем вставочки. Чё-нибудь ценное или нифига? Шлем Варвара? Офигеть! По легенде, такие шлемы носили воины древнего фаранского племени. Особые узоры на шлеме поднимает боевой дух и усиливает атаки. Кошера. Давай-ка сейчас оденем. О, ну всё, я теперь могу идти на Ганна. Он от одной моей каски просто сбежит. Всё шикарно. О, кошки тут открылись, точнее, ворота. И тут есть возможность... ...теперь сюда залетать. Там поток ветра большой. Спускаемся вниз. Ух ты, нифига себе, я спустился. Это я попал под лабиринт. И тут довольно очень много стражей. Офигеть. Надеюсь, они все дохленькие. Ну, по крайней мере, запчасти соберём. Чё нет-то? Мне вот очень любопытно, чё они здесь все делали. Есть у меня одна догадка, что, скорее всего, здесь был склад этих стражей. Или они что-то охраняли. Как минимум, я здесь вижу два сундука. Один посередине, другой в конце этого помещения. Пойдём всё-таки возьмём сундучок. Любопытство моё съело меня. Я хочу узнать, что тут. Деодема с алмазом. Роскошное украшение, продающееся в ювелирных магазинах Геруда. Алмаз обладает силой света, которая снижает урон от атак древней энергии. Угу. Блин. Но один это не страшно. Ой, даже не один, а несколько. Сейчас побери. Капец. Как быть-то? Надо бежать. Угу. Жёстко. Давай, вставай, Линк, вставай, 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 а то сейчас тебя пристрелят нафиг тут. О-о-о-о, капец. Ну же, ну же, ну. Да блин, я встать не могу. Просто физически встать не могу. Вот это ловушка. Жёсткая ловушка просто. Капец как. Всё, я... Я просто встать не могу. Фух. Успел, успел. Древний винтик. Надо что-нибудь пожрать. Боевой омлет. И защитные грибы съем. А также ускорение мне нужно. Всё. Я готов. Готов идти и бороться. Готов один. Чё, ребята, давайте ещё. Ещё пару выстрелов. Минус второй. Ну, с этим мы, я думаю, разберёмся. На скорую руку. Готов. Всё. Всех ушатал. Ибо нефиг было в меня лупить со всех сторон. И куча шестерёнок. Замечательно. Меч мой ещё светится. Значит, тут есть живые стражи. Нашёл я этого паразита. Присел такой, типа он сломанный. А на самом деле у него даже все ноги работают. Смотри, какой сундук необычный. На нём даже есть инициалы какие-то. Он именной. Медальон перемещения? Загадочное устройство, изготовленное подавно утерянной древней технологией. Позволяет добавить на карту место, где вы находитесь, как точку перемещения. Вот это роскошь. Чудо-медальон. Выполнено. Это, короче, я теперь могу оставить в любом месте метку. И в любой момент туда телепортироваться, на эту метку. А вот он и второй лабиринтик. Не могу даже представить, что ждёт нас там. Итак, первое, что я вижу. Что охраняет этот лабиринт? Бокоплины. Не стражи нифига, а простые бокоплины. А вторых, я забыл надеть диодемы. Посмотреть, как она смотрится. Вот она, диодема. А, её даже не видно из-за моих волос. Да. Только один рубин вон там вот. Ну, кстати, эту диодема можно одевать вместо шлема стражей. Потому что по броне они такие же и эффект они дают одинаковый. Так что, пиши в комментариях, что тебе больше нравится. Когда я ношу диодемы в этих доспехах или когда я одеваю вот этот шлем? Мне кажется, этот шлем смотрится всё-таки немного неуклюже. Но ещё круче выглядит, конечно же, вот этот шлем. Хватит болтовни. Полетели. Надаём лещей кабанам. Южный лабиринт. И чё? Мы знаем, что это Южный. Чё здесь делать нужно? Где святилище вообще? Я так понял, что святилище здесь где-то спрятано. И его нужно найти. Вон там проходик есть, смотри. Лесенки. Внизу. А, вон оно где святилище. Оно под нами. Вот так-то. И там, кстати, слизь Ганнона есть. Вон оно. Ну, кстати, посмотря на карту, сложно сказать, что это лабиринт. Это, скорее всего, какие-то закорючки. Здесь нету ложных туннелей. О, сундучок, по-моему. В сундуке у нас золотая рупия. А вот сам проход к святилищу. Как мы видим, здесь решётки. Кругом слизь Ганнона. Можно на неё вот так вот выбегая из-за угла и напороться, в принципе. Я вижу, вижу там какое-то оружие. Лук, что ли? Ну да, лук. Золотой. По-моему, он не очень, поэтому брать его не будем. Ещё один сундучок. Прям слизи Ганнона практически. Сабля лунного света. Пригодится. У меня совсем нет оружия практически. Нашёл ещё один меч. Похоже на королевский, но что-то не то. Золотой клеймор. Очень классное оружие. Возьмём. О! Отлично! Мы выбежали к этому подвальчику. Здорово! Святилище Диламак. Наверху что? Можно подняться туда. Сейчас поднимемся быстренько, посмотрим. А, здесь скорее всего будет выход. Ну давай посмотрим, что это святилище нам преподнесёт. Дар Диламак. Наряд Варвара. Ух ты, у меня сейчас уже комплектик скоро будет Варваров. Давай оденем. Я выгляжу как будто индейец. Ну, кстати, наряд прикольно смотрится. Насколько он, интересно, повышает мой урон. Ну что ж, теперь настало время Колизея. Мы прибыли в него. Там находится вон тот вот Левр. И ещё тут есть чуваки из клана Ига, которые меня чертовски бесит. Готов? А ты чё тут дрыхнешь? Тут опасно вообще-то. Сейчас выйду на арену и сажусь монстрами. Побью их. Наградой мне станут сокровища оружия. Во время боя главное не сходить глаз с врага. О, спасибо тебе за дельные советы. Возьмём, короче, рупьи и бананчики. И пойдём наваливать Левру. Надеюсь, что не он нам навалит. Больших, огромных лещей. Знаешь, что я хочу сделать, прежде чем на него напасть? У меня проблемы со стрелами. Мы сейчас воспользуемся нашим медальоном. Мы сейчас его возьмём и активируем. А сами отсюда свалим. Вот. Мы сделали точку перемещения. На карте она обозначена вот таким вот методом. Мы сейчас быстренько летим вот сюда. Вот нахал, да? Прилетел на арену к Левру. Левр такой смотрит, думает, ааа, сейчас я ему зад надеру. А я такой хоп и свалил. В Максик забежать решил. Закупиться оборудованием и стрелами. Ну вот. Маломальский стрел взял. Теперь хоть что-то есть, кроме огненных, но и древних. Я думаю, что мне этого будет достаточно. Давай теперь попробуем наш медальон. Сможет ли он нас телепортировать в обратную сторону? Вот сюда нас, пожалуйста. Ой, шикарно. Вообще классная штука. Ну все, я в принципе готов. Главное надрать ему... Блин, сила высшего меча на исходе. Это плохо. Но что поделать. Так. Стазис. Надо, чтобы Левр нас не запалил. Пускай он пока постоит в стазисе. Можно в него бомбануть бомбящей стрелой. Прям в лоб ему вот так вот. Ой, он тоже стреляет. И огненный. А-а-а. У него три... Три разряда. Ой, ё-моё. Вот это ты мощный чел, а. А что я встал-то? Я двигаться не мог, прикинь. Что за фигня? Я двигаться не могу. Ну жесть. У меня на контроллере батарейки сели в самый неподходящий момент. Ну что? Попыточка номер два. Знаешь, что я хочу попробовать? Я хочу на него с китрицой напасть. Ну, то есть сверху. Чтобы он меня не ожидал. Это кто там такой с огненным мечом? Бакоблин? Тебе не жирно будет, а? Большой пламенный меч у него. А тут копье. Фига себе. А там ледяное копье? Вот они зажрались, а. Так, он нас запалил. Летим на него. Все, он нас увидел. Что, драться будем? Ух ты. Меч сломался. Черт побери. Фига себе. Это жесть. С одного удара волной просто разнес меня. Ха. Давай, 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 давай. Еще разок. Не успел. Хы? Он очень жесткий. Я не знаю, как с ним бороться. Давай, Линк, вставай. Сожрал уже половинку хапчика. Есть. Хочу силу Урбоза использовать. Но чуть не получается у меня это сделать. Как насчет? Вот так вот. Оу, все, он меня убил. Послушай, если я левра не могу уделать вот этого, то что будет с Ганноном? Вообще, я хочу посмотреть, сколько у него жизек. Сейчас оденем нашу Тунику. Посмотрим, что у него по ХП. А еще нужно сменить меч. Что у тебя по ХП? 5000 ХП! Ой-ой-ой, шиньки! Я же его просто так не уделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух, одолел. Жесть. Капец-то, как потно было. Если с Ганноном так же, то я не знаю, сколько я раз его буду пытаться убить, потому что этого левра я убивал, наверное, раз 20. Он меня мочил и мочил, мочил и мочил. Щит ужасного левра. Нифига себе, у него прочно 62. Стрелы. И лук. Лук ужасного левра. Он нам пригодится. Ну что, на сегодня эта серия подошла к концу. Если ты знаешь интересные места, где есть интересное вооружение, крутая одежка, то напиши об этом в комментарии, я все читаю. Обязательно в эти места заскочим. Ну, а в следующих сериях мы начнем поиски последних четырех воспоминаний. Это сюжетные воспоминания, после которых мы сразу же отправляемся биться с Ганноном. В общем, как-то так. Если тебе нравится Зельда, то с тебя лайкос, конечно же, под видос, комментос оставляем. И подписочка, если ты еще не подписан, это обязательно. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.